Молдавские СМИ выдали во вторник сенсацию. Около 20 миллионов леев были выведены из Бельского муниципального предприятия «Водоканал». Интернет-портал «Поинт МД» сообщает, что такая цифра содержится в предварительном отчете финансовой инспекции, которая констатировала ущерб, нанесенный предприятию. Позднее эти деньги были отмыты для придания им законного статуса. По факту возбуждены два уголовных дела. Национальный центр антикоррупции проводит следственные мероприятия. Почему это сенсация? Потому что вот уже год, как Бельская мэрия пытается обратить внимание НЦБК на нарушения, допущенные прежним руководством «Водоканала». И вот во вторник, наконец, офицеры антикоррупции и прокуроры провели обыски у 30 экономических агентов и 17 физических лиц в северных и в центральных районах страны. В ходе следственных мероприятий были изъяты черная бухгалтерия, носители информации и около 400 тысяч леев. Отмечается, что следователи продолжают изучать доказательства и определяют круг подозреваемых. Уголовное дело ведется под наблюдением антикоррупционной прокуратуры. Нынешний директор «Водоканала» Ирина Зубенина заявила БТВ, что утренний приход людей в форме стал для нее почти приятным сюрпризом. Как говорится, не прошло и года. Нынешним руководством были инициированы проверки финансовой инспекции, счетной палаты и других компетентных органов. В декабре месяце был представлен промежуточный акт финансовой проверки, где были отражены все финансовые нарушения, произошедшие с периода 2013 года по период 2016 года июня месяца. Мы несколько раз обращались и в СМИ, и в компетентные органы, для того, чтобы привлечь к ответственности людей, которые были задействованы в данных схемах, и никакой реакции не поступало. Мы сегодня были удивлены тем, что наконец-то органы отреагировали на наши заявления. Исполняющий обязанности мэра Бильц Игорь Шеремет рассказал, что факты, которые стали основанием для обысков, были выявлены в результате аудитов, проведенных по заказу Рената Усатова. Хорошо, что НСБК все-таки отреагировал, хоть и с большим опозданием. Не квалифицировало это как чудо, может исключение из общего правила, потому что слишком явные нарушения были выявлены, не только в рамках аудиторской проверки, которые изначально начались после изменения нынешней администрации. То есть в 2015 году, как Рената Георгиевич обозначил основные задачи по назначению аудиторских проверок на всех муниципальных предприятиях, которые занимаются непосредственно публичными услугами. И включительно в этот список, конечно же, попал я по каналу БЭЛС, потому что в 2015 году, как после предварительного анализа, конечно же, были отчитаны многочисленные потери и финансовые, и материальные по этому муниципальному предприятию. По словам Шеремета, в отношении бывшего руководства водоканала была запущена дисциплинарная процедура, однако избавиться от чиновников удалось небыстро. Именно с этим связан временной срок нарушений, о которых говорит антикоррупционный центр с 2013 по 2016 год. В рамках уголовного дела было констатировано от умывания денег примерно на 20 миллионов леев. И это относится эксклюзивно к тому периоду, когда директором муниципального предприятия АПКНОБЭЛС, повторяюсь, был директором Виктор Крокодил и Марианом Бунецком. То есть любые спекуляции, то, что касается новой администрации, муниципального предприятия или их замежательства в этих схемах, это исключается, потому что все эти факты, они написаны в акте финансовой инспекции. И это относится в тот период, когда директором и главным бухгалтером был Виктор Крокодил и Марианна Бунецком. Они уже официально в результатах дисциплинарных разбирательств были уволены по статье, то есть потеря доверия работодателя, то есть в отношении директора Виктора Крокодила. И, конечно же, опять используя ресурс, который присутствует в муниципе АПКНОБЭЛС, бывший советник муниципи АПКНОБЭЛС, господин Струль, они оформили протокол административного правонарушения, якобы я как председатель дисциплинарной комиссии нарушил его права. Конечно же, судебная инстанция все это аннулировала. Но в конечном итоге, я уверен в том, что все эти факты будут продокументированы, все ответственные лица будут привлечены к уголовной ответственности. И, опять же, хочу подчеркнуть, что во избежание каких-то спекуляций, все акты аудиторской проверки в конечном итоге дают определенный результат даже вот такого характера по возбуждению уголовных дел. Хотя долгожданного уголовного дела, конечно же, посмотрим в перспективу, кого все-таки в конечном итоге, если привлекут к уголовной ответственности, или, опять же, по многочисленным нашим жалобам и обращениям, по другим схемам, которые мы неоднократно описывали и характеризуются в неоднократных актах аудиторской проверки, опять будут поставить на какую-то полку многоиграющую. И все эти мероприятия процессуального характера будут вести до бесконечности. Исходя из материалов расследования, бывшее руководство муниципального предприятия, используя служебное положение, заключило контракты с десятками компаний и физических лиц. По договорам компании должны были предоставлять водоканалу имущество и услуги, которых в реальности не существовало. Таким образом, муниципальному предприятию был нанесен ущерб в размере около 20 миллионов леев. В то же время экономические агенты и физические лица, с которыми заключал договора водоканал, производили отмывание денег через заключение фиктивных сделок. В рамках уголовного преследования выяснилось, что оба преступления были совершены одними и теми же людьми. Насколько вы помните, неоднократно были комментарии и факты, когда вычислились определенные платежи, платежки. То есть назначение платежек – это за погашение долга за потребляемую воду в адрес Акванорд, который является основным поставщиком ВД. Но по коду IBM, то есть счету, там фигурировала в действительности не Акванорд, а фигурировала фирма Фантом. То есть это одна направленность схемы. Были и другие схемы. Искусственно создавались определенные основания для появления обязательства по оплате или методом договора в ЦЕСИ, просто договора. То есть были многочисленные формы отмывания денег. И, конечно же, я думаю, что в рамках уголовного дела все это установится и возместится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова